Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Как вы знаете, что сейчас идет период расчетов налога и, конечно же, многие из вас задаются разными вопросами некоторые уже знают, что это такое и за год в год делают расчеты, возвращают себе налоги либо же, наоборот, их доплачивают Но у многих в этом году появился огромнейший вопрос почему в ПИТах нули и нет возврата? Поэтому давайте сегодня об этом поговорим с вами и я напомню, что такое вообще ПИТ и для кого он нужен Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть дальше Кто же имеет право вообще рассчитывать ПИТ-11? Если вы были налоговым резидентом на территории Польши в предыдущем году и находились более 183 дней у вас есть также PESEL то вы имеете право рассчитать ПИТ-37 на основании ПИТ-11 Конечно же, есть много случаев, когда фирма вписывает просто только девятки вместо вашего PESEL либо же у вас, если есть NIP, тогда вы тоже можете рассчитать но по факту уже частное лицо, физическое лицо не должно иметь НИПа и иметь должно PESEL Конечно, как вы знаете, что PESEL сейчас не так уж сложно сделать Единственным моментом это сложно, когда вы находитесь уже в своей стороне Но здесь тоже будет выход, я вам расскажу об этом немножко позже Как вы знаете, люди, которые не достигли 26 лет, освобождены от налога В 2019 году с августа месяца по декабрь месяц, когда вошел этот закон было еще по выбору, вы освобождаетесь или не освобождаетесь То есть было так, что если за вас работодатель и платил еще налог то вы могли в 2020 году вернуть за 2019 год К сожалению, с 1 января 2020 года эта система уже работает автоматически То есть вы не облагаетесь налогу все тех, кто не достиг 26 лет И не важно, студент вы или нет Единственное, что будет разница, конечно же, у вас в зарплате Если вы являетесь студентом до 26 лет, то у вас ставка брута равно NET Если же вы до 26 лет, но не являетесь студентом, нигде не обучаетесь Либо же учитесь доочно в полициальной школе, либо вообще не учитесь, но вам до 26 лет То ваша ставка от обычного человека, который старше 26 лет Единственное, что отличается, это где-то на 1-2 злотых Почему так происходит? Потому что всем тем, кто до 26 лет и не учится Вы не платите налог, вы, точнее, освобождены от налога Но работодатель обязан вас страховать Поэтому он платит за страховку И от этого происходит, что ваша ставка не равно брута NET Как у студентов Она у вас ниже, нежели у студентов, которые учатся Но выше, нежели тех людей, которые старше 26 лет Конечно же, все индивидуально, все еще тоже зависит от договора, от условий в фирме И очень многих разных факторов, которые на это влияют Но сам факт, что все те, кто работал в 2020 году, то вы получите нулевой ПИД 11 Это не означает, что работодатель все ваши налоги взял себе в карман и заработал на вас Нет, конечно же, просто такой есть закон, что вы освобождены И за вас не платится налог Но за вас, как я вам объяснила, платится страховка, если же вы не являетесь студентом Что же делать, когда вы получили такой ПИД 11 с нулевым балансом? Просто ничего Как ни странно об этом не звучало Вы можете рассчитать в ПИД 37, но он у вас и так будет по нулям То есть вам налог не возвращается Единственное, что если вам до 26 лет, вы не студент Но у вас есть дети, вы имеете право внести их как льгота на ребенка Что касается льгот, то здесь очень много нюансов После моих написанных постов в инстаграме, которых я рассказала очень много разных тем по поводу ПИД 11 То мне кажется, в этом году уже все воспользовались максимально всеми льготами, которые можно было сделать в ПИД 37 Если вы об этих льготах еще не знаете, то вы можете также прочитать у меня в инстаграме Но самые три популярные льготы, которые пользуются иностранцы Первое, это конечно же льгота на ребенка И не важно, где он находится, на территории Польши, либо же в вашей стране Если он над вашей опекой, то есть вы его содержите То вы имеете право до 18 лет вернуть налог на ребенка Если же ребенок старше 18 лет, до 26 лет, находится на вашем содержании И в предыдущем году не заработал более 3089 злотых Не важно, брута или нет, потому что, как я вам сказала, что студенты до 26 лет получают брута равно нет То вы также его можете вписать в льготу Поэтому, если ваш ребенок старше 18 лет, но меньше 26 лет И учится, например, в вашей стране Тогда вы можете подтвердить это, взяв в университете справку о том, что он учится И вы платите за обучение, перевести ее у присяжного переводчика и просто хранить Потому что, как вы знаете, в течение 5 лет ужин скорбовый может вам позвонить Либо же может вам прислать письмо, вызвание Где вы должны будете доказать, что вы содержите ребенка Либо же ребенок находится на вашем содержании и не работает Поэтому будьте готовы, что к вам в любой момент может прийти Почтальон Печкин, грубо говоря И принести вам вызвание Что касается льготы на ребенка еще также То стоит помнить, что льгота на ребенка возвращается одному из родителей в 100% сумме Это 1100 злотых на одного ребенка Я уже там не буду умничать, какие точные цифры Вы можете у меня прочитать либо же в инстаграме, либо в описании Я вам оставлю все под видео более детально Либо же, если двое родителей рассчитывают отдельно ПИТ-37 То вы можете указать одного ребенка на двоих Но сумма 1100 вернется как напополам То есть 50% одному родителю, 50% другому родителю Вы также имеете право рассчитывать ПИТ-37 совместно со своей супругой И если ваша супруга либо супруг не работали на территории Польши в предыдущем году Но находились на территории Польши и вы были в браке целый год То вы тогда имеете право внести данные супруга либо супруги И рассчитать совместно При этом ваш налог будет увеличиться где-то до 500-600 злотых возврата Это тоже хороший бонус, хороший бонус для иностранцев, которые проживают на территории Польши Пример расчета ПИТ-37 у меня есть в инстаграме Вы без проблем можете там найти Я рассказала по полочкам вообще как, где, что обозначить, чтобы это все рассчитать Следующая льгота, это конечно же льгота на интернет Многие были в этом году в шоке, что оказывается иностранцу тоже можно вернуть льготу на интернет Но есть несколько нюансов, которых стоит и нужно помнить Если вы заключили контракт с, например, UPC на имя налогоплательщика То есть, например, на имя мужа, который рассчитывает налог То вы тогда можете вернуть сумму оплат При этом может, конечно же, не факт, что у вас попросят Но может ужин скорбовый попросить фактуры, где вы это оплачивали Единственным еще нюансом, что вы не можете вернуть сумму более чем 760 злотых Что это означает? Если ваш, например, интернет стоил 60 злотых, то мы умножаем на 12 месяцев Так, если вы пользовались с января месяца 2020 года по конец 2020 года, по декабрь То 60 злотых мы умножаем на 12, получается 720 злотых Значит, эту сумму вы вписываете в льготах на интернет и можете эту сумму вернуть Если же у вас, например, оплата за интернет была 100 злотых, то мы умножаем ее на 12 Получается 1200 злотых Вы эту сумму вписать не можете, потому что максимально, что вы можете вернуть, это 760 злотых И еще один нюанс, который нужно и стоит помнить, то вы можете возвращать за весь период вашей жизни на территории Польши только два раза Поэтому, если интернет заключен на имя хозяйки, то, к сожалению, вы вернуть такой налог не можете Если же интернет заключен на вас, либо же на супругу, а вы ее данные вносите также в ПИ-37, но при этом она в том году не работала на территории Польши То вернуть налог имеете право И третья льгота, которая также пользуется спросом, но не так уж сильно, но все равно пользуется Это если вы донор Донор на территории Польши и сдаете определенное количество крови, то вы тоже можете это указать и вернуть определенную льготу на это Также стоит помнить, что в ПИТе, неважно, был это 19, 20, 18 год, вы обязаны рассчитывать обязательно Также в ПИТе 37, если вам выдали несколько ПИТов 11, вы должны указать все в одной декларации, в одной ПИТ-37 Если же у вас, например, две декларации ПИТ-11 и есть, например, еще ПИТ-11А, то все три декларации указываются в одном ПИТе-37 Да, многие мне сейчас скажут, что Оль, ну вообще-то Ужин Скорбовый самостоятельно все рассчитывает через программу податки ГОВПЛ Ты просто можешь зайти туда, если есть электронная подпись через этот сайт, проверить данные и все, ничего не нужно, только подтверждаешь и высылаешь А если этого не сделать, то да, по факту Ужин Скорбовый рассчитывает вместо нас сейчас, но в этом году очень было много разных ошибок Я уже не раз общалась с иностранцами, у которых там детей не указали Также Ужин Скорбовый не всегда знает, есть ли у вас здесь ребенок, либо может быть вы только родили его 31 декабря 2020 года То за один месяц вы также имеете право вернуть льготу на ребенка И поэтому я вам советую либо же заходить на сайт податки ГОВПЛ и проверять там свои данные и отправлять Либо же все делать через ЕПИТе.ПЛ Те люди, которые уже сделали через ЕПИТе.ПЛ, к ним возврат налога уже даже приходит сейчас и все получают, все довольны Если же вы сейчас прослушали мое видео и поняли для себя, что что-то сделали неправильно, где-то упустили какой-то момент То вы всегда можете сделать корректу ПИТ 37 и еще раз отправить Да, важно помнить, что все те года, которые вы не рассчитывали, очень сильно влияют на ваше будущее Потому что если вы не рассчитали предыдущие декларации и слава богу, если там будет надплата, да, то есть вам вернется налог Но если у вас там был минус, то, к сожалению, ПИНЯ растет, при этом вы потом на карту резидента не сможете податься, на гражданство В общем, очень много разных вытекающих из этого, поэтому делайте порядок со своими ПИТами Даже если вы не хотите этого возврата, да, как многие мне пишут А если я не хочу этого возврата, можно я ничего не буду делать? Нет, ребята, обязанность каждого иностранца и поляка рассчитать ПИТ 11 Поэтому есть несколько вариантов, это ЕПИТ, есть податки ГОВПЛ И третий вариант, когда, например, вы находитесь в своей стране и не имеете возможности отправить Либо же у вас нету ПСЛ, либо нету программы доступа, да, и вы не можете отправить это онлайн То я вам советую делать эту декларацию от руки, то есть можно ее заполнить в ЕПИТах, указав все девятки Дойти до самого конца и просто распечатать заказным письмом, взять, отправить на адрес ужин Тоскарпового, который у вас указан в декларации ПИТ 11 Что еще и самое важное, вы также имеете право возвращать надплату, да, то есть то, что выше, получается, то, что сумма к возврату Как и на польскую карточку, так и на иностранную карточку В конце всех деклараций есть всегда указать номер счета Помните, что там пишется ИБАН Даже если у вас и польская карточка, перед номером счета нужно писать ПЛ и потом номер счета Если же это заграничная карточка, то нужно заполнять полностью все данные, то есть и ИБАН, и SWIFT И указывать, какой страны эта карточка Поэтому эти нюансы стоит также наблюдать в ПИТ 37 и исправлять, если они это не сделаны И еще немаловажно как раз на вопрос, все-таки же ужин Скорбовый сам рассчитывает налог Зачем мне тогда париться, да, и сидеть там что-то проверять Как вы знаете, иностранец обязан с 1 февраля по конец апреля рассчитать ПИТ 37 Если вы не будете ничего делать Да, ужин рассчитает это самостоятельно И хорошо, если там будет у вас ПСЛ либо НИП указан, а не девятки, как это чаще всего бывает Но за все эти расчеты, которые сделает ужин Скорбовый, несете ответственность вы, но не они И если там будет какая-то ошибка, либо же вам не укажут ребенка Либо не укажут льготу на интернет, например, тот же, да То вам придется делать корректу Смысл двойной этой работы Если на данный момент есть время взять, сесть, спокойно посмотреть в интернете По пунктам рассчитать это все и отправить в ужин Поэтому я вас призываю к тому, чтобы проверять свои данные Потому что в будущем это может отразиться как на карте резидента, так и на вашем гражданстве на территории Польши Поэтому лучше все проверить Все-таки деньги любят счет, не зря это говорится Поэтому досконально все проверяйте, добавляйте все, что возможно из льгот, из нельгот Также помните, что если вы были на материнском, получали послеродовые выплаты То вам ЗУС должен прислать еще ПИТ 11А И он точно так же указывается в ПИТ 37 Поэтому помните еще и тот нюанс, что если вы были на материнском, то может быть недоплата Что касается недоплаты, то я вам уже рассказывала в инстаграме Те, кто не знает, создан с прошлого года микросчета Микросчет можно сгенерировать на специальной ссылочке при помощи вписав свой номер PESEL Я вам оставлю эту ссылочку И на этот номер микросчета вы имеете право сделать банковский перевод с той суммы, которая недоплачена Это может быть и один злотый быть, а может быть и 4000 злотых Но очень важно рассчитывать и знать, что у вас надплата или же недоплата Чтобы потом не быть должником налоговым Даже если вы находитесь в своей уже стране Я вам скажу честно, это может повлиять потом на будущее ваше Поэтому обязательно наводите порядки во всех ваших ПИТах Поднимайте все документы, проверяйте, все ли у вас было И рассчитывайте, возвращайте свои налоги Либо же наоборот, и доплачивайте Надеюсь, что я вам ясно объяснила эту тему И теперь вопросов не будет Но если же все-таки остались у вас вопросы То обязательно задавайте их в комментариях Либо же переходите на мой инстаграм И там есть более 13 постов по поводу ПИТа 11, ПИТа 37, ИФТов и других документов И я думаю, что каждый из вас найдет ответ на свой вопрос Спасибо, что сегодня были вместе со мной Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео И всем пока-пока